Но здесь, Владимир Викторович, мне хотелось бы заметить, что вот развитие значений, усложнение значений не обязательно сопровождается усложнением формы слова, морфологического состава. Вообще связь между развитием значения и развитием самой формы слова бывает очень причудливой. Я просто хочу сейчас сказать, что бывает наоборот упрощение. Ну вот в голову приходит пример слова «близорукий». Дальнозоркий и близорукий. Откуда слово «близорукий»? – спрашивают обычно. Ведь оно как будто бы в нашем сознании родится со словами «долгорукий», «сухорукий», «криворукий» и так далее. На самом деле оно к руке никакого отношения не имеет. Это, конечно, «близозоркий», но вот это «зо-зо» не устраивало говорящих. Они его сжали. Они его сжали, да. В лингвистике ведь есть даже такой термин «гаплология». Стижение. Стижение. Ну вот «курносый», например, с курицей и с куром никакой связи здесь нет. Это ведь вообще от слова «корнать», «корноносый», да. Ну, опять было упрощено в «курносе». Но это в разговорном языке сжимается, а в литературном как бы… Вероятно, вероятно так. Вероятно так, хотя я думаю, что слова, в общем, и «близкозоркий» и «дальнозоркий» в общем, конечно, книжного происхождения. Но мне хотелось бы еще обратить внимание на одно очень любопытное обстоятельство, которое вот вызывает очень много трудностей при преподавании русского языка иностранцам. Если взять приведенное вами очень интересное слово «действительность», то оно у нас сейчас усложняется еще и синтаксически. Особенно наши журналисты любят говорить «реальная действительность». Объективная действительность. Объективная действительность. Хотя, в общем, реальный и действительный, наверное, это одно и то же. Вот как вы думаете, чем можно объяснить пристрастие сейчас очень многих говорящих к тому, что мы допускаем такие усложнения? Ну, монументальный памятник, так вот любят говорить. Я думаю, что раз слово «действительность» или, скажем, «монумент» – это литературное слово, книжное, высокое, в общем, абстрактное, всегда для приближения к разговорному такому, 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 всегда нужно какое-то уточняющее определение, какой-то дополнительный оттенок, чтобы выявить внутреннее значение слова, которое как-то утратило этот смысл. Мне так кажется. Я с вами согласен. Видите, многие иностранцы, изучающие русский язык, конечно, никак не могут понять, что значит реальная действительность, потому что в родном языке у них действительность – это реальность. Да, и есть. Получается реальная реальность. И я думаю, что действительно мы очень часто злоупотребляем такими вот сочетаниями, типа там «патриот Отечества», «Родины», «Монументальной памяти», «Служба сервиса», «Служба сервиса», вот такого типа. И, конечно, надо быть нам всем значительно осторожнее в употреблении таких сочетаний, чтобы масла масляного не получалось. Но, видимо, бывают в русском языке и какие-то оттенки, и когда эти оттенки важны, то, наверное, надо одобрить даже и такие нагромождения. Они ежедневны, каждодневны, сиюминутно важны, мне кажется. Несомненно, потому что всё-таки если вдуматься, то в определённых сочетаниях мы увидим большую разницу между такими вот словами типа «реальный» и «действительный». Ну вот возьмём слова «отрицательный» и «положительный», русские слова, и «заимствование» «негативный» и «позитивный». Вроде бы то же самое. Как будто бы то же самое. Но на самом деле между «отрицательный» и «негативный» есть несомненная разница. И вот в употреблении терминологическом, в физике и других науках. И в «переносном». Всё-таки отрицательные отношения и негативные отношения – это не совсем то же самое. Не совсем то же самое. В русской истории тоже есть ещё такой случай. Было слово «отвлечённый» и «отвлечённость». Появилось слово «абстрактность» и «абстрактность». Тоже самый смысл, но они как-то отличаются. В слове «отвлечённый» есть переносное значение. А «абстрактность», «абстракция» – термин. Вот мы с вами сегодня говорим об особой ценности, социальной и общественной ценности слов. Здесь сразу в голову приходит слово «демократия». Демократия. Ведь это синоним русского слова «народовластия». Народная демократия. Ну, у нас есть, во-первых, народная демократия, а во-вторых, в нашем употреблении есть и демократия, и народовластия, что, конечно, я думаю, обогащает и украшает нашу речь. Уточняет какие-то оттенки, иначе уж скользают они из внимания. Но надо, видимо, эти слова употреблять тогда, когда действительно есть содержательная необходимость выразить эти оттенки. К сожалению, вот наши журналисты очень часто в суе употребляют эти сочетания. Просто так, как будто бы вот слово «реальный» приклеилось к слову «действительность» и… Превращается в штамп. Растеряется. Это штамп. Это нехорошо. Это штамп. Ценности слова не чувствует. Вот в этой связи мне хотелось бы обратиться к письму слушателя нашей передачи, нашей телевизионной передачи. Значит, речь идет о Льве Михайловиче Рымко из Риги. Он слушает постоянно наши передачи и вот задает такой вопрос, и потом высказывает свое мнение. Вопрос такой. Русский язык, как видно и другие языки, развивался и будет развиваться в будущем на базе материального производства и ведущих фундаментальных наук. Будет их производным. Так ли это? Прямолинейно очень. Это слишком прямолинейно. Я думаю, что, конечно, язык отражает развитие общества, и в наше время, в первую очередь, развитие научно-технического прогресса, средства массовой коммуникации, какие-то глобальные проблемы, типа борьбы с загрязнением окружающей среды и так далее. И, конечно, идеологические настроения и концепции. Но прямой связи здесь нет. И вот, видимо, в тех примерах, которые вы сегодня приводили, ясно видно, что связь получается очень далекая. Через сознание. Через культуру, сознание. И получает очень разное выражение. И просто развитие значения слова, и усложнение слова, и привычного его сочетания с другими словами и так далее. Вот мы стараемся это и объяснять при преподавании русского языка. Если говорить о связи, развитии наук, развитии техники и развитии языка, я бы сказал, что иногда она бывает и отрицательной. Перехлёст. Перехлёст. Вы согласны? Согласен. Примеров много. Вот меня сейчас очень раздражает невероятное увлечение словом масштабный. Или крупномасштабный. Ну, начать с того, что, вообще говоря, в географическом представлении крупномасштабная карта и мелкомасштабная карта, это совсем... Наоборот. Наоборот всё. То есть, когда мы хотим сказать о величии, о грандиозности чего-то, надо было бы сказать мелкомасштабный. Мы, конечно, говорим крупномасштабный. Но дело в том, что здесь мало вот этого нового значения слова масштабный нашим журналистам, они говорят, широкомасштабный, полномасштабный, глубокомасштабный, высокомасштабный. Я думаю, что здесь уже все масштабы нарушены. Да, нарушены. Вы согласны? Да, и утрачивается какой-то внутренний образ этого слова. Какая-то... Она обесценивается. Исчезает какой-то смысл этого слова, как социально важного акта речи. То есть, нарушается то, о чём мы сегодня ведём беседу. Да, именно это. Цена слова. Потому что всё-таки каждое слово нашего словаря, хотим мы того или нет, когда мы им пользуемся, оно имеет какую-то цену. И эта цена, мы её не всегда замечаем. Вот как воздух, как вода, как хлеб. Пока они есть, мы их не замечаем. Нет. И мы начинаем чувствовать, что важно. Настоящему важно. Жизненно важно. Крупномасштабно важно. Совершенно верно. В своё время ведь для обозначения чего-то очень большого у нас всегда пользовались словом «великий». «Великий», «большой». У нас в каждой фразе было слово «великий». Потом вроде слово «большой» стали употреблять в этом значение. А теперь вот, значит, масштабный и крупномасштабный. Ну, вы поняли. Меры нет. Да, меры нет. Мы тогда скажем, что великий русский язык в своём словаре имеет очень большое количество... Нет. Большое количество нул. Нет. 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 Нет.